Хочу сразу предложить вам конкурс в начале этого видео. Если ты хочешь получить от меня сигну и персональное гадание, любое на любовь, либо на будущее, будет расклад на картах, то просто перейди в то видео, которое высветится в правом верхнем углу, и также ссылочка будет под видео в описании и в прикрепленном комментарии. Оставь там лайк и очень много интересных комментариев. Если я замечу именно тебя, я отпишусь тебе и обязательно выполню то, что и обещала. Конкурс продлится 10 дней. Добро пожаловать на мой канал. С вами, как всегда, Лея, и сегодня мы поговорим на вашу самую любимую тему. А тема, как всегда, самая необычная, мистическая, магическая. Сегодня мы поговорим о тульпе. Но если ты хочешь посмотреть вторую часть, то она появится вот здесь. И также ссылочка на это видео будет в описании. Поэтому обязательно переходи, чтобы узнать, что такое тульпа и как ее создать. Но сегодня я коротко, конечно же, расскажу, что такое тульпа, чтобы напомнить вам. Потому что вам эта тема понравилась и она вам близка. Тульпа считается галлюцинацией, либо очень бурным воображением, когда тот человек или то существо, которое вы представляете очень сильно, вдруг начинает реально вам казаться, появляться и жить собственной жизнью. Оно может вам помогать, разговаривать с вами и, конечно же, быть вам настоящим другом или любимым человеком. Поэтому тот, кому не хватает этого, тот обязательно создает тульпу. Если, конечно, не боится. Потому что говорят, что из-за тульпа появляется шизофрения. Но мы-то с вами не будем в это верить. Мы будем обязательно ее создавать. И, как видите, сегодня у меня необычный цвет глаз. Я давно мечтала о таком цвете, потому что они стали светлыми и перекрыли мой темно-зеленый цвет глаз. И это линзы из магазина Суперглазки. Если ты хочешь такие же, то обязательно переходи по ссылочке, которая находится под этим видео в описании, и заказывай. И если ты назовешь мой код от Лии, тогда в подарок тебе будет раствор для линз. Поэтому обязательно воспользуйтесь этой возможностью, потому что этот код действует всего лишь в течение недолгого времени. И сегодня я буду рассказывать истории моих подписчиков, как же они создавали эту тульпу и какие были у них последствия. Это видео для тех, кто хочет тоже создать тульпу, но боится. Именно с помощью чужого опыта ты поймешь, нужно тебе это или нет. Так что наливай чаек и приступай к просмотру. Очень непонятный ник, поэтому расскажу просто его историю. Раньше я случайно создала тульпу. Одна 26-летняя девочка снимает видео про третий глаз, астрал и так далее. И когда мой дядя подарил мне скейт, я вообще не умела кататься. Но однажды я представила, что та девочка держит меня за руку и помогает. Учит меня кататься, и все у меня получалось. Я знала, что не упаду, потому что она держала меня. Не знаю, можно ли это называть тульпой, но вот такая у меня история. Иногда я думаю, что сошла с ума. Буду рада, если я не одна такая странная. Обязательно отписывайтесь в комментарии для этой девочки, для того, чтобы она получила поддержку. А может быть у вас тоже были такие ситуации. Обязательно пишите про них в комментарии. Юлия Кот пишет Оказалось, что тульпа у меня имелась долгие годы. Ранее, когда я была в классе пятом, я создавала персонажа в виде облака и звала его Ветерком. Это очень странно, но с ним я разговаривала по пути в школу и когда шла домой. И я даже не подозревала, что на тот момент я создала тульпу. И вот я наткнулась на твое видео. Но если без шуток и просто ответить на твой вопрос, то да, у меня есть тульпа. Даша Фокс пишет У меня две тульпы. Это мышь и хомяк. Ребят, только не говорите, что я тупая. Не могу создать человека. Для начала подойдет и это. Потом ты уже войдешь во вкус, так скажем, и у тебя все получится. Аня Чен пишет Сестра пытается создать тульпу Техена. Успехи уже есть. Спасибо. Пожалуйста. Печенька пишет Я в пять лет тульпу Лунтика создала. Зачарованный лес. Я боюсь создавать тульпу. Но в ближайшем будущем я хочу перебороть свой страх и попробовать создать его или ее. Ты должна понимать или должен, это не просто так. Это работа с твоим мозгом. И поэтому, если ты все-таки не очень уверен, но уверен в этом, то лучше не делай этого. А вы согласны со мной? Пишите в комментариях. Детектив ей пишет В общем, у меня было несколько тульп в детстве. Но это было в детстве. И недавно я узнала, что, оказывается, это называется тульпа. И решила, почему бы мне не создать ее. У нее лисьи уши, лисьи хвост. Еще она может превращаться в лесу. Она белая, с белыми волосами, голубыми глазами. Одета в основном в легкое летнее платье, но может переодеваться в любую одежду. Не нуждается во сне, еде и одежде, но очень хочет быть, как настоящие люди. Она примерно моего возраста и ростом чуть ниже меня. Но может, когда захочет изменять рост, возраст, длину волос. Было трудно только сначала, потому что я никак не могла себе представить ее. Тульпа все время пропадала. Или я просто забывала про нее. Было очень трудно с ней общаться, ведь я даже не знала, что говорить. Как мне себя вести с ней, как к ней обращаться. И очень трудно было именно с Вондером. Но это было только начало, когда я сильно заморачивалась, потому что потом все получилось само по себе. Я просто периодически, как минимум раз в день общалась со своей тульпой. И наше общение наладилось. И теперь я могу свободно с ней общаться на любые темы. А Вондер у меня появился вообще сам по себе. Потому что сначала это вообще было место, которое находится в нашем настоящем мире. Просто очень нравилось это место. Но потом получилось, как какой-то волшебный сад. Чем-то похоже на наш двор, но там было все красочнее, ярче, лучше. И погода всегда была хорошей. И вообще можно было менять все, что угодно, хоть раз за секунду. Тот, кто не знает, что такое Вондер, это визуальное место, которое мы создаем сами. Как виртуальная игра. И если ты хочешь узнать, как это сделать, то обязательно пиши в комментариях. И я расскажу тебе в следующем видео, как его создать. У меня бывали такие места, только они бывали у меня во сне. И это действительно великолепно. Потому что краски там гораздо ярче. Погода там действительно гораздо лучше. Да и атмосфера там гораздо приятнее. Аня Ленгузова пишет. В детском саду у меня был друг Мика. Это была Билочка Бурундук. Чаще всего мы с ним общались в туалете. Оля Топчик 120 пишет. Я создала две тульпы. Мириам и Ашер. Да, знаю, это странные имена. В общем, у Ашера один глаз голубой, второй красный. Бледноватый красный. Черные волосы с чуть-чуть с сиреневыми кончиками. Он высокий и любит лисичек. Я смотрю, вы все любите лисички. Я тоже люблю. Наверное, потому что я рыжая. Да, если что, это парик. Обычно носит белый свитер и штаны темного цвета. Мириам зеленоглазая брюнетка. Обычно носит высокие джинсы и топ темно-зеленого цвета. Любит горячий шоколад и кофе с печеньками. Они мне помогают с фобиями. Кстати, о фобиях. Можешь создать видео о том, как избавиться от гаптофобии. На самом деле, я горжусь ею, но меня очень много дразнит и трогает, чтобы я чувствовала себя некомфортно. У меня, к сожалению, тоже есть такое расстройство, потому что это нарушено доверие к незнакомым людям и тем, кто кажется тебе каким-то подозрительным. Если ты чувствуешь, что люди, которые пытаются тебя дотронуться, тебе не нравятся, либо ты чувствуешь себя с ними некомфортно, то обязательно попытайся с ними наладить контакт. Поговорить с ними по-хорошему, в дружеской атмосфере, потому что мне тоже доставляет дискомфорт, когда меня касаются в маршрутках. Ну, это просто ужасно. Особенно, когда они так прям ногой о ногу. Ужасно. Мот, Фирст или Фаерст пишет. Я давно создала тульпу, и сейчас она живет одна. То, что ты сказала про тульпу, разные вещи. Я начала бояться. Ведь она уже со мной год не разговаривала. Иногда я его звала, а теперь иногда у меня были галлюцинации, и теперь я не знаю, что делать. Дорогая, если у тебя есть проблемы, и ты не можешь избавиться от этого, то тут два варианта. Первый вариант. Не обращать никакого внимания на тульпу. И все, что бы ни происходило, ты должна перебороть свой страх и не обращать внимания, еще раз говорю. Но если все-таки не помогает, обратись к психиатру, потому что все-таки это уже не шутки. Намели мопсик. Надеюсь, правильно прочитала. А я мысленно общаюсь с игрушками, создаю семьи, и, к примеру, двух кроликов, у которых довольно нежные отношения. Они всегда помогут в трудную минуту поддержки, дадут лапу помощи. Конечно, может, это не тульпа, и я просто шизофричка. Вообще, все, кто пишет такие милые вещи. Я хочу вам сказать, что вы не шизофреники, а просто люди с хорошим воображением, с доброй душой. И мне реально нравится читать эти рассказы, потому что у меня очень хорошее воображение также. Я это все представляю, я чувствую все, что чувствуете вы. И мне кажется, это действительно очень интересно. Если вам скучно в реальном мире, то нет ничего страшного, что вы иногда пользуетесь вот такими вещами. Главное, не заиграться. Мистер Том Ли пишет. Она уже была, то есть тульпа. Я создала себе духа наставника, который мне должен был советовать что-либо в разных ситуациях. Кстати, да, тульпа может действительно вам советовать в разных ситуациях, допустим, на том же экзамене. Обычное общение было второстепенной целью. Естественно, он владеет магией, выглядит как перс из Мэджика. Пока думал, как его описать, понял, что реально похож. Раньше он всегда был рядом, ходил за мной, а сейчас я его призываю, когда он мне нужен. Кстати, характер у него поменялся с момента создания, и это круто. Лола Феликс. Я создала тульпу, и мне стало легче, когда моя вторая половинка долго не выходила на связь. Моя тульпа безымянная и даже бесполая. Это просто большое черное нечто с большими белыми глазами, которое меня всегда защищает. Та сама пишет. То чувство, когда у тебя целых 12 тульп. Неприятная тянь. О, у меня их много. Большинство это персонажей из аниме. Но есть и такие, которые я создавала сама. Сначала я их рисовала, потом воображала. Завидую людям, которые умеют рисовать. Я их создаю, потому что у меня нет друзей. А возможно, у меня их нет, потому что я с воздухом говорю. К сожалению, да, когда ты немного отличаешься от других, не становишься серой массой, тебя всегда будут замечать. И если ты не ведешь себя так, как будто так и должно быть, они будут любить. Поэтому либо находи людей, которые похожи на тебя, либо делай вид, что все так и должно быть. С Лайм Кэтт пишет. Когда мне было 5-7 лет, у меня была тульпа по имени Тень. Когда я сидела в туалете и смотрела просто на тень, которая на ванне, и разговаривала сама с собой, но мне казалось, что со мной говорит реально друг. Когда мне было плохо, он мне помогал. А сейчас мне придется создавать другую тульпу, ведь про него я вообще не думаю и не представляю вам. Дело в том, что когда вы представляете тульпу, это только начало. Настоящая тульпа появляется без вашего участия, как бы. Конечно, оно происходит, но это происходит автоматически, и вы это не замечаете. И когда вы понимаете, что вдруг ни с того ни с сего то, что вы представляли в голове, появилось, но вы об этом не думали, знаете, у вас получилось создать тульпу. Велоу Ай, надеюсь, правильно сказала. Ну, я тульповод, у меня 3 тульпы и все мальчики. Я их создавала около 2 недель. Ибо моя фантазия очень развита. Конечно, это классно, но чем ближе допускать тульпу к своему разуму, тем хуже это может закончиться. К сожалению, да. Так как люди с хорошим воображением, то и впечатлительны к тому же. И поэтому можно действительно сойти с ума немного. Пусть кто что говорит о том, что это все ерунда. Если вы чувствуете себя немного уязвимым, это не для вас. Сейчас я на той стадии, когда мои тульпы уже могут сами появляться и делать все, что они хотят. Если ты хочешь создать тульпу, то учти, что если ты ее вдруг забудешь и не будешь обращать свое внимание на нее, то она будет тебя запугивать, изображать твоих врагов. Тем самым ты либо совершаешь суицид, либо загремишь в больницу. Хорошо подумай и обдумай исход. Конечно, есть и плюс. Например, неконтролируемая тульпа может помогать тебе с домашним заданием или научить чему-то новому из ниоткуда. Сколько помню себя, я всегда просила помощи у своих друзей. И по сей день они со мной, и мы дружим. Друзей, то есть тульп. Безумно интересные истории. Вы у меня такие грамотные, такие любопытные, интересные. Мне очень нравится. Просто человек пишет. У меня была тульпа, точнее три. Они были добрые. Одну звали Акена, другую Канека. А третья не помню. Но я прочитала статью о шизофрении и поняла, что меня описывают. Я испугалась и избавилась от них со временем. Да, я шизик, но я вылечилась. Вы скажете, что я не шизик, но я видела галлюцинации и много. А сейчас их нет. Вылечилась без доктора за два месяца. Но вот здесь у нас уже пошли негативные отзывы. Поэтому, ребята, да, тут и за, и против. Вообще, это видео я создаю для того, чтобы вы действительно поняли, готовы ли вы к таким исходам. Потому что многие ребята пишут о том, что это все ерунда, что никакой шизофрении не будет, что это не галлюцинация, это просто тульпа. Но, ребят, это вам просто дают обман в каких-то источниках. Я не осуждаю вас по медицинскому, так скажем, описанию. Нормальный человек это тот, у кого нет воображаемого друга, и это тот, у кого нет галлюцинации. Алекс Сав. Вообще, я сначала хотела написать то, что у меня нет тульпы. Но тут я вспомнил, как лет в 5-6 создал тульпу. Это был беззубик. Сразу вспоминаю, у меня есть видео, где я проходила онлайн-гадание. Оно появится где-то здесь. И вот именно там был беззубик. Они, кстати, все классные там онлайн-гадания. Поэтому обязательно посмотрите это видео. Потому что там все можно пройти сразу же в этом видео. То есть вам не нужно будет ничего не писать и так далее. Если вы находитесь где-то в пути, либо едете на учебу, либо находитесь на учебе. Вам не нужно будет ни ручки, ни тетрадки, ничего. Просто смотреть в экран. Я тогда в первый раз посмотрела его на диски и просто жутко фанател. Хотя, если признаться, я и сейчас не слабо фанатею этого мультика. Хотя я увидел первую часть, наверное, все-таки в 3-4 года. Но после того, как мама мне купила диски с сериалом, то я мог смотреть часами и с повторами. Ну, в общем, это была тульпа беззубика. И вроде даже Громгильды. Они жили у меня на кровати, они постоянно ходили за мной. Но также мог и сказать стоп. Или еще что, и они выполняли. А то, что они не могли меня возить, объяснялось тем, что, мол, у беззубика были частично сломан хвост. Ну да, это ерунда, вы поняли. А Громгильда просто плохо летала. А сейчас я боюсь создавать тульпу, потому что, узнав последствия, я понял, что могу попасть в психушку. Капрао Мари или Мари. Мою тульпу зовут Асоль. Мы с ней с одного возраста, с 12 лет. Она же не радостная, немного глуповата. Ну, вы знаете таких. Это типичная идеальная подруга, которая не придаст, всегда будет рядом и так далее. Находится всегда со мной и признаков агрессии не проявляет. Помогая с личными переживаниями, все отлично проходит. Яниса Мяу. Выяснилось, что я создала тульпу уже раньше, в виде тени. Сейчас как бы просто призываю ее к себе, как прирученного волка. Но так как тульпа была недовольна тем, что я уделяю ей мало времени, она опять ушла по своим делам. Интересно, каким делам? Пиши в комментариях. Не забывай о том, что у меня есть свой инстаграм. И еще я всех добавляю вконтакте. А также, самое важное, у меня есть группа, точнее она наша группа, где будет всякая интересная информация по магии. Допустим, привороты. И я уже их выложу совсем скоро. Поэтому, если ты хочешь узнать, что там будет, то обязательно подписывайся. Ссылочки на все это я оставлю под видео в описании. А обязательно пиши в комментариях, какое видео ты хочешь в следующем. Спасибо огромное за лайки, которые вы мне оставляете под моим. Субтитры сделал DimaTorzok